От людей вновь поступают обращения. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, что происходит в постконфликтном Хароге. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних событий. Договоренности между митингующими и властями и силовиками в Хароге выполняются частично. На фоне многочисленной информации со стороны населения, официальные власти избегают комментариев. А если и говорят что-то, то это вызывает недоумение. Как сообщают источники из Харога, власти не выполняют даже важные договоренности, которые были заключены между ними и митингующими. Устранение блокпостов и восстановление интернет-связи. Интернет в ГВБАО был отключен 25 ноября в связи со стихийным митингом в Хароге. 1 декабря связь была восстановлена частично. Доступ к интернету есть только в банках и некоторых госструктурах, в то время как основная масса населения все еще остается без связи. Под данным источников, местные власти каждый день обещают группе из 44 человек, которая была создана из числа митингующих для контроля за выполнением договоренностей между властями и протестующими, подключить обещают интернет завтра, но обещания не сдерживают. О причинах отключения не сообщают. А как вы относитесь к такому, можно сказать, обману? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Между тем, как сообщает информационный портал Pamir Daily News, 1 декабря в Хароге состоялась встреча актива области с председателем ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым, на которой он показал видеоролик, в котором неизвестное лицо пинает человека в форме. Ятимов отметил, что это Гулбедин Зиобеков, который был преступником и был наказан. Издания сообщают, что участники собрания встретили слова главы комитета с явным неодобрением. Один из них сказал, что даже если Гулбедин Зиобеков совершил преступление, никто не имеет права убивать человека. Напомним, 7 человек из группы 44 вошли в состав следственной группы, которая расследует обстоятельства гибели жителя Роскалитского района Гулбедина Зиобекова. Следствие ведет военная прокуратура. Следственные мероприятия уже начались. По словам источников, из числа представителей следственной группы уже есть судебно-медицинское заключение, которое они пока не могут предоставить, но отметили, что на теле погибшего обнаружено 9 пулевых ранений, в том числе в голову и сердце. При этом источники опровергли слухи о том, что свидетели заставляют давать показания о том, что Зиобеков имел при себе оружие. Это не так. Следственная группа не имеет права без нас проводить какие-либо следственные мероприятия. Уже несколько дней мы работаем вместе. Все эти дни мы работали с жителями села Тавдем, которые были свидетелями события. Пока никто факт наличия оружия у Гульбедина не подтвердил. После этого мы будем участвовать на допросе тех, кто принимал участие в задержании Зиобекова. Также мы выясняем факт того, был ли он ранен во время задержания или погиб сразу. Кто-то говорит, что был жив, а кто-то говорит ранен. Мы разбираемся в этом, сказал источник из числа группы гражданского общества. О том, что Гулбедин Зиобеков не имел оружия, говорила в том числе и мать погибшего, певистама Абдулмуминова. А как вы думаете, почему власть не восстанавливает интернет и нормальную связь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.